Привет, друзья! Подписчики мои! В этом видео мы с вами откроем Bayblade Twin Nemesis от компании SB. Я не буду тестировать его на арене на время, я буду играть Bayblade Random! Там очень много Bayblade'ов самых разных, и сегодня будет мега крутой ролик, поэтому смотри, не переключайся. Итак, открываем коробочку. Открываем коробочку. Как это открывается? Снизу хотел, а там снизу склеено. Ладно, откроем сбоку. Так, что у нас тут по комплекту? Пусто. Так, запускалка это все лишнее. Опа! Наклейки нафиг. Вот такой у него классный диск! Вот он крутой, и вот такой вот у него драйвер, который выдвигается очень простенько. Крутой. И вот такая юбочка. Вот. Юбочка, диск. Давайте оденем. Примерим. Опа! Держится хорошо, плотненько. Ну и вот сам Nemesis. Фишку его показывал я уже вам. Раздвигаете эти штуки. А, нет, наоборот. Сдвигаете штуки к центру, и можете крутить верхушку. Это там меняет его режимы, бла-бла-бла. Я не знаю, это не работает. А, по-моему, одно и то же. Что так, что так. Ну что ж, давайте его соберем. Не хочет собираться? Не хочет собираться. Я все правильно зажал. Ну почему, почему вот, ну почему не хотят собираться они? Так, начинается. Начинается. О! Что за ерунда? Почему все время что-то вылетает у этих блейдов? Ну почему вот, вот сейчас отлетела эта верхушка. Почему? Как же это? Как же это исправить, друзья? Сейчас исправлю. Не пойму. Подождите. Ну вы сами все видели. Ну как? Так, ну вот что с ней сделать? Куда надо покрутить ее? Вот это, что это? Это чтобы крутить штуки, эти чипы вытаскивать. Так они не вставляются даже туда. Опять у меня очередной бейд будет без этого самого диска. Блин, придумали тоже такую историю, а? А я мучаюсь, сижу, и вы тоже долго бои ждете. Ну не закру... А, вот видите, она вытаскивается. Фиг с ней, короче. Бесит мне такие вещи. Сейчас ставлю и... Все, вот, все, все как надо. Без чипов идеально закручиваются. С чипами, я даже если сейчас ставлю чип сверху, я не смогу банально его закрутить. Я не смогу закрутить его? Не, не хочет. Ну не хочет закручивать, что я сделаю? Ладно, давайте не будем долго тянуть, и так уже долго тянем. Начнем сражение. Итак, первый соперник Твина Немезиса будет у нас кто? О, о-хо-хо-хо, Сприган Реквием, так, скоренько. Ну что ж, поехали. Ого! А Твин Немезис-то крутится отлично. Он очень классно крутится, ребят. Вау! Твин Немезис очень хорошо. У него прям такие волны, да, видите, идут от него крутые. Но против Спригана он, конечно, проигрывает. Дальше, следующий соперник. О-о-о, Холи Хорусут или Гиперхорусут. Погнали. Ох ты! Уничтожил! Это было нечестно. Ну ладно, идем дальше. А что? Я нечестный, да, я нечестный Блейдер. О-о-о! Императрический Фарнелус попадается ему. Кому-то будет очень тяжело. Поехали! Если Форнеус проиграет в первом бою, я буду играть, пока Форнеус не выиграет. Так что молитесь, ребятки, чтобы Форнеус выиграл в первом же бою. Иначе, иначе это не закончится. Ее, победила императрический Форнеус. Красавчик. Следующий, следующий оппонент Твина Немезиса у нас... О, Кинг Кербиус. Ну, такой простой Кинг Кербиус. Да блин! Ребята, вас тоже бесит, когда Бейблэйды соскакят? Пишите в комментариях об этом. Прям волны, волны Немезис распространяет. Очень классный, Бейб. И красивый. Но, я не знаю, давайте ничью сделаем. А потом опять напишите, что вот, и плохо смотришь. Так, о, жирненький кто-то. Вау! Lost Lunar. Опасный бой. Поехали. Я думал, большой, а это всего лишь Луинор. Слушайте, они прям как заведенные. Вау, 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 вау. Луинорчик проиграл. Естественно. Твин Немезис очень классный. О, Виктори Валкерит врывается в борьбу. Давайте-ка я запущу первым Немезиса. Опа-па. Ничего себе. Смотрите, Виктори Валкерия заняла центр, а Немезис крутится вокруг. Ничего себе, неожиданно. Валькирия пыталась отбиться, но Твин Немезис выкинул с центра ринга и занял серединку. Опять пошли волны. И да, Виктори Валкерия проигрывает. Кто следующий? О, это же у нас Блэст Джинниус. Так, поехали. Опа. О, осечка, осечка. Погнали. Ой, 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 ой. Как страшно, как страшно. Что это такое здесь? Что это такое здесь? Ой, ой, ой. Непредсказуемый бой. Опа. А я опять запишу ничью. Да, ничья. Дальше. О, Одекс. Ну, я думаю, что у Одекса нет шансов вообще. Давай, Немезис. Смотрите, не может догнаться за Одексом, все-таки настигает его. Он как сокол свою жертву выслеживает, а топкует и добивает уже на земле. Что, готов там Одекс? Нет? Готов, естественно. Кто же будет следующим соперником? Хочется кого-то особенного. О, ооо, это же у нас Шторм Спрайзен. Это будет очень интересный бой. Погнали. Опа. Слушайте, ну, это выбивание с ринга. Да, Шторм Спрайзен, конечно, крутится, мы досмотрим, кто дольше прокрутится, но да, друзья, это выбивание с ринга. Тут без комментариев. Хотя, Спрайзен не проигрывает. Я обожаю, когда бей залетают на эту штуку. Это специально так не залетишь, а вот случайно это очень классно. А давайте досмотрим, бой кто же все-таки останется. Я в шоке. Шторм Спрайзен на этой фигне крутится дольше, чем Немезис по центру. Ладно, давайте в виде исключения переиграем бой, потому что, ну, прикольно, прикольно. Давайте еще разок. Погнали. Но перекружился этот Шторм Спрайзен, перекружил Немезисен. Вау, очередной мощный удар. Не, вообще бесполезно Шторм Спрайзену. Ммм, все, последний соперник на сегодня. Ооо, рактаворчик. Всего лишь рактаворчик. Итак, бейблейды заряжены. Почти. Почти заряжены, да, готово. Поехали! Бум! 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 Взрывной финиш в финале сегодняшнего поединка. Спасибо, что были на канале. Подписывайтесь, ставь лайки и пока-пока, до новых встреч!